МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В кратчайшие сроки за совершение этого проступка данные сотрудники будут уволены из органов внутреннего дела. Подмочили репутацию в прямом и переносном смысле. В честь мундира запятнали ангарские полицейские. Заболевает, когда один учитель. Трудно бывает его заменить. Маленькая школа, как большая семья. 60-летний юбилей отметила школа в микрорайоне Цементный. От рока до джаза. Во дворце культуры «Нефтехимик» выступил военный оркестр штаба Сибирского федерального округа. Я приветствую зрителей телеканала «Актиз». В эфире программа «Местное время». С событиями пятницы вас познакомлю я, Елена Мильвитт. Примерили амплуа нарушителей. Сегодня утром в Ангарске произошло ДТП, виновниками которого стали сотрудники полиции. Легковой автомобиль, за рулем которого находились двое мужчин в форме, врезался в дерево в одном из дворов 212-го квартала. По словам очевидцев, в движении машина задела пожилую ангарчанку. Женщина от госпитализации отказалась, а вот полицейским помощь медиков не помешала бы. Мужчины оказались изрядно пьяны, едва могли стоять на ногах. Отвратительное поведение, нетрезвых, блюстителей порядка местные жители сняли на сотовые телефоны и выложили в интернет. «Употребили алкогольные напитки после несения службы в утреннее время. Данный проступок имеет место быть, все необходимые административные материалы составлены, и им будет дана правовая оценка в соответствии с нашим административным законодательством. То есть материалы будут направлены в мировой суд». «В кратчайшие сроки за совершение этого проступка данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел». Как сообщили в управлении МВД Ангарска, пьяные сотрудники относятся к отдельной роте ППС и сегодня находились не при исполнении. Однако вины с них это не снимает. Кроме того, неприятный разбор полетов и наказание ждет и непосредственного начальника отличившихся полицейских. В очередь за водой. Жители нескольких районов Ангарска в минувший четверг просидели без холодной воды. Снабжение было отключено с 11 утра до часу ночи. Отрезанными от блага цивилизации остались жители 219-го, 221-го кварталов и загородного поселка Бобры. На отрезанные участки Ангарский водоканал вынужден был отправить водовозку. Отключение было связано с проверкой нового гидранта Творца спорта «Ермак». По докладу диспетчера, только в 221-й квартал 6 раз она приезжала. Ну что делать? Плановый ремонт и есть плановый ремонт. Придется немножко потерпеть, но это лучше, чем в неведении быть и не знать, когда подключат воду. А самое главное, теперь стадион «Ермак» имеет четкую защищенную схему пожаротушения. Подобных отключений, по словам директора водоканала, больше не предвидится. Упреков много, если конструктив. Вот уже несколько месяцев инвалидной организации «Импульс» и «Инватурспорт» находятся в состоянии конфронтации к администрации округа. И все больший круг людей по неволе оказывается втянутым в партизанскую войну со стороны общественников. Накануне вечером в суть конфликта попытались вникнуть члены общественной палаты. Претензий много, но объективны ли они? Председатель общественной палаты Анатолий Боринский зачитывает послание, которое руководитель организации «Импульс» Александр Варенков направил в Окружную Думу. Действиями чиновников администрации по уничтожению спорта инвалидов, если назвать фашизмом, значит обидеть фашизм. «Тех инвалидов просто убивали, наши ченуши дают возможность сдохнуть спорту инвалидов в мучениях». В послании откровенная критика всех нововведений, которые пытаются внедрить местная администрация. Например, зал в 85-м квартале для занятий адаптивным спортом Варенков называет, цитирую, явной ширмой с мыльными пузырями и полнейшей порнографией спорта, названной оздоровлением. Конец цитаты. Члены общественной палаты лично посетили каждую инвалидную организацию и пришли к единому мнению. Условия созданы. Здесь нужно всем и инвалидным организациям, и администрации совместными усилиями идти в одном направлении и работать. Но сказать о том, что администрация в условиях не создана, деньги не выделяются, я бы так и сказал. У меня сложилось впечатление, что игра в одни ворота идет. Что вот критики много, возможно, это от некомпетентности. Возможно, нужна, и я совершенно уверен, что нужна организационная какая-то помощь. Общественники обратили внимание, что документы на получение грантов руководителями инфатурспорта и импульса составляются неграмотно. Кроме того, были случаи, когда выделенные средства использовались не по назначению. И профессиональная компетентность руководителя организации нигде документально не подтверждена. Я думаю, что все-таки за всем этим стоят какие-то меркантильные интересы, которые преследуют люди, не понимающие, как надо работать, но имеют очень хороший и красивый щит. Мы за инвалидов. Вот отсюда и те проблемы, которые мы с вами здесь сегодня обсуждаем. Странно требовать понимания, поддержки и, главное, денег от людей, которых называешь фашистами. И, тем не менее, даже в такой не совсем тактичной ситуации нужно находить пути и возможности для совместной конструктивной деятельности. Администрация готова. Дело за двумя инвалидными организациями. Общественная палата подготовила ряд рекомендаций, в числе которых провести аттестацию руководителей импульса инфатурспорта. А для более честного распределения спонсорской помощи аккумулировать все денежные средства через благотворительный фонд «Новый Ангарск» и распределять их справедливо. Елена Мильвед, Владимир Сильванов, Местное время. Жители 7 и 7 А микрорайонов наконец дождались пешеходного перехода. Оборудовать зебру на улице Зуравова горожане просили администрацию несколько лет. Отчаявшись, люди даже самовольно разместили здесь дорожный знак. И вот в управлении ЖКХ устранили проблему. На проезжую часть намесли разметку и установили уже законные знаки. Теперь на этом участке дороги пешеходы больше не будут нарушать правила движения. В ГИБДД города Ангарска неоднократно поступали письма от граждан с просьбой организации пешеходного перехода на улице Зурабова между 7 А и 7 микрорайоном, так как поблизости находится детское и дошкольное учреждение, а также школа номер 4. До этого единственная зебра находилась в 100 метрах отсюда, на перекрестке с Ангарским проспектом. А после появления кольцевой развязки на улице Троицкой транспортный поток здесь значительно вырос. 60-летний юбилей празднует сегодня школа номер 21. Одно из старейших образовательных учреждений Ангарска находится в микрорайоне Цементный. Отдаленность и обособленность, безусловно, выделяют школу на фоне городских. Какие проблемы сегодня приходится решать руководству, выясняла Евгения Шильникова. Школа номер 21 распахнула свои двери в октябре 1956 года. Первыми учениками были дети работников Цементногорного комбината. А сегодня за партами сидят уже их внуки и правнуки. Правда, в последние годы большинство жителей, теперь уже микрорайона, своих детей отправляют учиться в город. 21-я школа рассчитана на 320 учащихся, а посещают ее всего 192 ребенка. Все считают, что обучения в городе может быть и больше, там дают все, но я с этим не согласна. Я считаю, у нас в школе работают все сильные учителя, которые также душу вкладывают в наших детей. Они могут получить все в нашей школе. Я не знаю, почему так происходит, что нету 12-ю, 14-ю, там 24-ю сейчас. Я с этим не согласна. Галина Васильевна – одна из ветеранов школы. Работает здесь почти 30 лет. Предана учреждению и учитель физкультуры Ксения Эгле. Молодой педагог, выпускница 2009 года. Вернулась в стены родной школы несколько лет назад. Сейчас получает высшее образование. Она, как и другие учителя, ездит на работу из города. Сегодня штат укомплектован полностью, в том числе и за счет совместителей. Когда они ведутся какие-то предметы, а такое бывает, когда школа маленькая и заболевает, когда один учитель, ну, трудно бывает его заменить. Городские школы приходят на помощь. То есть и сегодня у нас работают в школе совместители из города. Их немного, всего два, но они нам показывают действенную помощь. Есть и еще одна причина, по которой родители не желают отдавать сюда своих детей. Это внешний вид и состояние здания. Так как живут в бывшем цемпоселке в основном семьи многодетные и малообеспеченные, о какой-либо материальной помощи со стороны родителей говорить не приходится. Остается рассчитывать на спонсоров и государства. В течение последних пяти лет в здании был произведен лишь частичный капремонт. По президентской программе поступило современное оборудование для кухни. А на территории школы по программе «Народные инициативы» построена многофункциональная спортивная площадка, которой пользуются все жители микрорайона. Территория школы облагородилась благодаря тому, что был установлен новый забор. Все это как-то благотворно сказалось и на поведение учащихся, и на отношение жителей к зданию и территории школы. То есть нет уже того, что было раньше, что был проходной двор, и всякие тут собирались компании нездоровые. То есть этого сегодня нет. Почти три года назад открылись после ремонта творческие мастерские при школе. В последние годы это учреждение стало культурно-досуговым центром для всего цемпоселка. Именно здесь сегодня соберутся выпускники, бывшие и нынешние работники, а также ученики школы номер 21, чтобы отпраздновать 60-летие родного учреждения. Историю любой школы и любого человека можно проследить по старым черно-белым фотографиям. И юбилей – это отличный повод встретиться выпускникам и вспомнить свое беззаботное школьное детство. Евгения Шивникова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Крепкий орешек. Традиционный молодежный фестиваль прошел в Ангарске. В этом году он объединил 14 судейческих команд. В общей сложности 140 человек. Ребята соревновались в скаутском биатлоне и проявляли себя в интеллектуальных играх. В этом году организаторы отметили снижение интереса к фестивалю. В этом году, например, очень интересно, я выставил в медучилище три команды. Ну, АнГТО не выставило, раньше не выставляли 5-6 команд, в этом году не выставили только две команды. Но команды интересные первокурсников. Главная цель таких состязаний – выявить активную молодежь. Единая сплоченная команда ангарского студенчества сможет представлять наш город на подобных фестивалях регионального уровня. Открытый окружной турнир по боксу среди юношей 2003-2006 годов рождения стартовал накануне в спортшколе «Сибиряк». При хорошей спонсорской поддержке и родительской активности состязания получились массовыми и зрелищными. Участие в них приняли 110 юных спортсменов из нашего города – Черемхова, Шелихова, Одинского, Солосибирского и Иркутска. Эти соревнования у нас такой характер, проверка ребятишек, которые после летних каникул вернулись в залы. Сейчас мы смотрим, кто на что способен, на каком уровне на сегодняшний день. В среду, 2 ноября, состоится один из самых важных турниров для ангарских боксеров – всероссийские соревнования в памяти мастера спорта Советского Союза Николая Макарова. Состязание стартует в 3 часа дня в Большом зале спортшколы «Сибиряк». В этом году турниру исполнится 21 год. Восьмой ежегодный слет добровольных юных пожарных стартовал в Ангарске. Проходит он в два этапа. Первый – теория, а второй – практика в виде эстафеты. 150 школьников из Черемхова, Уссуля, Сибирского, Братской и других городов области соперничали в умении на скорость надевать боевку, разматывать пожарные рукава, спасать раненого. Всего 19 команд. Многие команды уже принимали, и участники принимали уже не первый раз, поэтому надеемся, что они свои результаты прошлого года либо подтвердят, либо их улучшат. Ну а новым командам просто желаем показать себя в этом году, в данном участии, ну и в целом, наверное, по второму этапу пожарной эстафеты, ну как лучшими, показать свои результаты. Итоги слета будут известны в понедельник, 31 октября. В прошлом году победителями стали иркутяне, и ангарчане закрывали тройку лидеров. От русского рока до джазовых пьес во Дворце культуры «Нефтехимик» выступил военный оркестр штаба Сибирского округа Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. 40 музыкантов с армейской выправкой и солисты удивили ангарскую публику. Более подробно смотрите далее. В программе военного оркестра народные песни соседствуют с советскими шлягерами и фольклорными мотивами разных народов. Репертуар действительно разноплановый. Это здорово, на самом деле, выступление военного оркестра. В первую очередь, направлено, конечно, на военнослужащих, ну и, соответственно, для гражданского населения, соответственно, для эстетического, культурного воспитания личного состава, ну и, соответственно, военно-патриотического. В составе оркестра 40 музыкантов, в том числе и из Иркутской области. В основном это люди военные, гражданских немного, примерно треть коллектива. Стать участником оркестра не просто, требования к профессиональным и морально-деловым качествам высокие. Минимум, это у него должно быть среднее специальное музыкальное образование. Также много в оркестре музыкантов с высшим образованием, музыкальным, конечно же. Они закончили консерваторию. Мы их вызываем на прослушивание, приглашаем их, ищем кадры в любых городах Сибири, а то и дальше. Ну и в том числе и в Новосибирске, конечно, в учебных заведениях. Приглашаем оттуда выпускников. Бас, баритоны, два тенора делают программу еще более динамичной и разноплановой. Зрители артистов приняли на ура, ведь музыканты в военной форме сумели поднять и боевой дух, и настроение. Елена Милют, Владимир Сильванов, Местное время. И на сегодня это все. Далее в программе прогноз погоды и гороскопа. Я желаю вам всего доброго, хороших выходных.